Всем привет, с вами Игорь и сегодня поговорим о тарифах на электроэнергию в основном, ну и на газ тоже это касается, которые не подорожали. Что я имею ввиду? Долго-долго мы ожидали, что эти тарифы подорожают, нас к этому готовили все лето, всю весну, что вот будет по 3-4 гривны. И вот тут вот бац, получается вот такой фокус, что с 1 октября мы даже платить будем еще меньше за электроэнергию, кто потребил до 250 киловатт, с 1 октября будет платить по гривна 44 за 1 киловатт час. Кто потребил больше 250 киловатт, будет так же само платить, как было до этого по гривне 68. То есть получается, если я плачу меньше 250 киловатт, а я укладываюсь в этот диапазон, да, даже зимой с тепловым насосом я, по-моему, укладываюсь. Ну это надо смотреть, но вроде бы укладываюсь. Вот, а я еще даже дешевле, получается, вроде бы хорошо буду платить, да, вроде бы на первый взгляд хорошо, но на самом деле, если разобраться в этом вопросе, это очень плохо. Это плохо по двум причинам. Первая, кстати, кто первый раз зашел на мой канал, я занимаюсь альтернативной энергетикой, внедряю всячески ее в свою жизнь. У меня тепловой насос есть самодельный, солнечная электростанция без инвертора ЭКБ, коллектор, солнечный ветряк, смотрите, заходите, я все оставлю ссылки на плейлисты, в конце видео тоже будут ссылки в описании, будут ссылочки. Итак, первая причина, почему это плохо. Они же не могут не поднять цены, не могли они не поднять цены вообще ни для кого. И они решили, пускай, типа, бизнес, богатые, промышленность заплатят за бедное население, да, ой, мы сделаем как бы им лучше. Но на самом деле ничего лучше не сделали, потому что подняв цены на тарифы, тарифы на электроэнергию, газ для бизнеса, то самым бизнес он же тоже не будет удешевлять свою продукцию. Бизнес, например, там та же сама пекарня, она как зарабатывала там этот бизнесмен, да, частная сейчас же все, вот, 5 гривен на той буханке хлеба. Он так и будет 5 гривен зарабатывать, просто этот поднятый тариф для него, там он печет хлеб на газу или на электроэнергию, и он заложит опять же в эту буханку хлеба, понимаете. И он ее поднимет в цене, но зарабатывать он будет одинаково, как раньше он зарабатывал 5-5, например, я не знаю сколько там, 5-5 на той буханке, так он будет и сейчас 5-5 зарабатывать. Но для нас цена вырастет на стоимость этой электроэнергии, которую для нас вроде бы как не подняли, и мы за нее заплатим, все равно мы ее будем покупать. Выросли цены у нас в Украине на все, если кто-то там ждет в России и не знает, то я говорю, на все выросли и растут дальше. Начиная от хлеба и заканчивая интернетом. У меня вот тоже пришло сообщение, вот с октября месяца я буду платить за интернет на примерно там 25% что-то получается, больше, чем я платил раньше. Вот вам и дешевая электроэнергия, чем она вылезла, видите. То есть я все равно заплачу за эту электроэнергию по повышенному тарифу, но просто людей в очередной раз надули. Как бы так сделали, перекрутили, переложили с кармана одного в другой, что как в той сказке получилось, что и волки целы, и дети, и овцы целы, и волки сыты, да. Что вроде все нормально, но на самом деле мы с вами за все заплатим по полной. Всегда в этой сатанинской экономической системе всегда платит в конечном итоге всегда крайний, оказывается, потребитель, народ. То есть мы. Мы всегда платим. И с нас всегда сдерут эти деньги теми или иными путями, как бы то ни было, но мы всегда за это заплатим. Вот. Ну вот это вот так вот. Короче, я же говорю, очередной раз нас обдурили, и многие почему-то этого не понимают. Я вот говорил с многими людьми, как-то вот радуются, что вот не подняли тарифы. То чего уж радоваться, а то цены посмотрите, как подняли. Вторая причина, почему это плохо, на долгосрочную перспективу получается так. Ну, мы живем, понимаете, что рыночная экономика у нас, да. Сейчас каждый продает товар свой, а электроэнергия или газ это тоже товар. Это такой же товар, как и хлеб, яблоки там или что-то другое. И если, например, мне не разрешают, вот я вышел продавать свои яблоки, да, на базар. Вот мне не разрешают вот в этой части базара продавать по 10 гривен свои яблоки. Вот я хочу по 10, а мне говорят, нельзя по 10, это дорого, продавать по 5. Но я знаю, что в другой стороне базара, на другой стороне рынка, мне надо только пройти, и я там продам по 10. Там мне это не запретят. Я соберу свои вещи, свои яблочки, пойду там и продам по 10. То же самое будет происходить сейчас. Как мы знаем, сейчас энергетика тоже вся в частных руках, только вот эти атомные станции остались государственные. О, но распределение, облэнерго, они уже все в частных руках, собственные. Это, и мы все, кстати, знаем, чьи они в руках. Вот, так что этот тоже производитель частный или транспортировщик, он тоже не глупый. Он будет думать, зачем я буду продавать, например, электроэнергию по гривну 44, если я ее могу свободненько направить в Европу и продать там по 5 или по 4 гривны за киловатт-час. Такое искушение есть? Есть. Есть искушение и на газ, так же самое. Посмотрите, какие цены сейчас на газ в Европе, и кто нам захочет ее продавать сейчас в Украине. О, вот это вот ручное регулирование, это заставляние, моратории, они ни к чему хорошему в конечном итоге не приведут. И получится так, что вполне возможно, и оно уже сейчас такое начинается, что уже начинают просто тупо отключать людям электроэнергию. По вечерам, там, или какие-то, ну, объясняют это, там, как они там, плановые отключения, плановые ремонты, какие-то сервис, там, работы плановые. Ну, каких-то работ нет, тут даже взять канал Александра Альтернативная Энергетика, он показывал, сколько за месяц у него раз отключали электроэнергию. Это очень, что там можно делать, было столько, ну, там, это нереально. Поэтому, я думаю, просто нашу электроэнергию начинают продавать там, где ее покупают дороже. Ее не надо возить на грузовиках, там, или еще что-то, там рубильник раз включил, и потекла электроэнергия. А вы сидите, вот, не, ну, вам же скажут так, да, вы же хотели дешевую электроэнергию по гривне 44, ну, так, ну, кто же вам не обещал, что она будет всегда, понимаете? Она у вас есть по гривне 44, ну, вот и радуйтесь. А то, что ее там каждый день по два часа не будет, по вечерам, там, или в час пик, ну, это уже побочный эффект, так сказать, дешевой электроэнергии. Вот, поэтому к этому надо готовиться, я так считаю, что дешевое оно не может быть. Просто там, не надо мне там писать сейчас в комментариях, что себестоимость киловатта на атомных электростанциях 3 копейки. Я такую информацию встречал на ютубе тоже, почему такая вот дорогая, ну, если себестоимость... Такого не может быть, не может, никаких 3 копейки, ну, это чушь, понимаете? Это просто бред какой-то. Кто хоть выработал за свою жизнь хоть 1 киловатт час электроэнергии, вот поставил солнечную электростанцию, или поставил ветрогенератор, поставил ваттметр, вот, и там смотрел, как у него набегают там соточки киловатта часа, потом десяточки, и потом, хопа, 1 киловатт час появился. Вот я выработал 1 киловатт, 1 киловатт час электроэнергии. То такие люди прекрасно понимают, что этот киловатт час 3 копейки, ну, никак не может стоить. Ну, никак. Вообще, это нереально. Это могут только говорить какие-то диванные критики, которые с этим никогда не сталкивались, там, вот, и говорить такие глупости. О, электроэнергия по такой цене не может быть. И она не может быть даже и по 50 копеек, и по гривне, и по гривне 44 она не может быть. Она, вот, есть на мировом рынке, а мы, как мы знаем, глобализация сейчас в мире, да, то есть не может быть в одной стране она по рубль 44, а в соседних странах по 4, по 5 гривен. Такой разницы быть не может. И это, в конце концов, выльется для нас же хуже. То есть, ну, в конце концов, ее просто не станет, понимаете. Никто не захочет нам продавать дешевый продукт, если его можно продать намного дороже за границу, за бугор, притом особо не напрягающе. Сейчас говорю, это грузовики не надо грузить этой энергией и куда-то возить продавать. Поэтому такое ручное регулирование, оно только приведет к хуже, к сбоям, частым отключениям, подорожанием продуктов. Короче, заплатим мы, я вам скажу, в итоге даже больше, чем нам бы подняли эту цену на электроэнергию до, как они выражаются, экономически обоснованного уровня. Вот лучше бы они ее подняли и все, лучше бы не росли эти цены, не отключали электроэнергию и все такое. А теперь надо вот ко всему к этому готовиться. Так что заплатим, я вам скажу, мы в два раза больше даже, чем с нас сдерут. Так что не надейтесь. И еще один интересный момент, что я заметил, тоже с этим связанный. Есть вот, кто имеет канал на ютубе, и у него включена монетизация, там есть такая графа доходы. Доход или доход, по-моему доход. И в самом низу, когда мы открываем аналитику, там для планшета версии я ей пользуюсь, в основном, в самом низу там есть такой раздел, подраздел, CPM называется. Это как бы цена рекламы в данном регионе. Она рассчитывается от экономического, в основном от экономического благосостояния населения в данном регионе, где показывается видео. Соответственно, чтобы оценить стоимость рекламы. То есть, ну, понятное дело, там Штаты, Америка, Евросоюз, Япония, это самые такие экономически продвинутые страны, там люди имеют хорошие доходы. Там реклама самая дорогая, потому что люди могут купить то, что им рекламируют. У нас же этот показатель, ну, очень низкий. И что интересно, вот как столько стало, вот эти все, вот эти с газом, вот эти притурбации, дорожание газа, этот северный поток, эта вся труба, вот эта вся эта заварилась, заварилась, подорожание цен, это все. Вот этот CPM в Украине стал резко падать. То есть, YouTube, что интересно, даже отслеживает вот такой вот интересный показатель, как экономическое благосостояние, чтобы адекватно реагировать на вот цену, то есть рекламы, которую брать с рекламодателей и перераспределять там нам какую-то часть, себе какую-то часть брать. То есть, у меня вот этот вот CPM всегда держался, вот я уже полгода за него, мониторю, так слежу за ним, всегда держался где-то так, гривна, ой, доллар и 25 центов, доллар 27, доллар 30, доллар 20, вот так вот, ну, в таких вот пределах, плюс-минус 3-5 центов. Но вот сейчас, вот сейчас, вот буквально последние 2-3 недели, может быть месяц, этот CPM просто провалился. Он сейчас ниже доллара, ниже доллара этот CPM. Представьте, насколько население стало жить хуже в Украине. Мы стали жить по оценкам того же YouTube. Ну, откуда он берет эту информацию, это уже другой вопрос каких-то центров, аналитики там, или как оно это все рассчитывает, но как-то это видно. И, кстати, даже вот летом нам давали транши, там миллиарды долларов этих с Европы, да, там транши, типа, чтобы мы хотя бы какие-то концы с концами там свели, вот. То, вот, когда вот эти транши давали, я тоже замечал, что CPM подрастал немножко так вот, то есть, как бы в наше благосостояние улучшалось, типа. Вот, там, ну, не на много, на 2-3-5 центов там, но сейчас он просто рухнул, он меньше доллара стал, 97-95 центов сейчас что-то так вот, на вот таком вот уровне. Вот, и что-то он расти не хочет. Значит, вот это тоже показатель, насколько мы стали хуже жить, вот, и как на это быстро отреагировал YouTube. Ну, вот как-то так получается, вот что я хотел сказать, так что вывод можно сделать из всего вышесказанного, что с дороже мы все равно заплатим за эти тарифы, которые нам типа не повысили. Мы заплатим и не один раз, мы заплатим в 2 раза, в 3 раза дороже, и отключениями, и подорожанием продуктов, всего остального. Вывод второй. Надо побольше внедрять альтернативной энергетики в своей жизни, поменьше зависеть от этой системы вещей, которые нас пытаются постоянно надуть, раздеть, обокрасть и все такое. Вот, советую, кто еще не живет в селе, переехать в село, вот, и больше заниматься тем, вот, что нас окружает. Природа нас никогда не обманет и не надует. Солнышко, оно всходило и будет всегда всходить и давать энергию. Это миллионы лет уже происходит и будет. Земля все равно на ней что-то вырастет, по-любому. В речке какая-то есть рыба, ее можно поймать и съесть, вот. Вот, а если додеяться на человека, как вы видите, да, ну, то мы останемся, в конечном итоге, голые, босые, у разбитого корыта. Вот, вот такое вот мое мнение. Я так и сделал, я не просто пропагандирую там какой-то образ жизни, который я не пробовал. Я вырос в городе, я переехал потом в селе, ну, что понял, что город это не мое. Все, хочу жить на природе, хочу меньше зависеть от этой системы, от того, что мне продают, меньше покупать, соответственно, меньше зарабатывать надо будет, чтобы меньше покупать. Вот, не впадать в этот материализм и все такое. И всем советую вот такой вот образ жизни и пропагандирую его, считаю это самый правильный. Вот, ну, ладненько, вроде все сказал, что хотел. Всем пока, пишите в комментариях, вот, что вы об этом думаете. Вот, много знаю у меня из России, смотрят, какие у вас там тарифы, поднялись ли у вас тарифы на электроэнергию и газ. Тоже пишите, какие цены, все такое, это тоже будет интересно. Все, всем пока, до следующих видео.